Вообще, мне всегда казалось, например, еще из курса географии детской, что мировые океаны занимают гораздо меньше площадь, чем я вот сейчас смотрю. Ощущение, что раза в два как будто они на самом деле больше. Может так быть, что за какое-то время суфы стало меньше, а океана больше. Это можно как-то в короткий промежуток времени увидеть вот эти изменения? То есть там за 10 лет, за 20, за 30 лет? То есть изменение ландшафта, то есть увеличение количества воды на земле и, соответственно, уменьшение суши. Да, все зависит от тех, кто, как я говорю, день и ночь трудится. То есть если им придет подкрепление, они будут еще более серьезнее трудиться. Допустим, есть же вообще еще другие вещи, которые вот появился ни с того ни с сего там в районе Черного моря. Это огромный кусок земли за ночь. И вода отошла на несколько километров. Это где-то 5 лет назад, по-моему, это сообщение появилось. Показали видеосъемку. Вот смотрите, как было. Здесь еще вчера был берег, а теперь берег отошел. Причем он отошел не потому, что море опустилось, а потому, что огромный пласт земли появился ниоткуда за ночь. Ну, я детально не копал происхождение этого пласта, но главное, что это имеет место. Поэтому, естественно, можно увидеть это в теории. Но на практике маловероятно, что, скажем так, в течение века человек может зафиксировать это изменение. Ну, нет, в течение века возможно. Нашим потомкам, конечно, будет очередной потоп, когда очередной континент, в данном случае Америка, пойдет на дно. Естественно, вода подымется и пойдет по всей Африке, по всей Азии. Правильно говорить, Асия. Вот, по-моему, на англоязычных картах до сих пор на некоторых сохранено истинное название. Не Азия, а Асия. Вот, также вся Австралия может оказаться под водой. Вы же, все уважаемые слушатели и зрители, обратите внимание, что Австралия идеальная поверхность, как лист бумаги. То есть, такое ощущение, что гигантский ковш просто прошел по всему материку и идеально снял поверхность. А если Австралию изучать, то там можно найти уникальные дороги, которые длятся на многие сотни тысяч километров. И в ширину они немаленькие. Собственно, эти дороги можно находить не только в Австралии, но и в Сибири, по всему миру. Происхождение этих дорог старается скрывать. Вернее, не происхождение, а вообще существование этих дорог. Надо стараться скрывать, в частности, в Сибири. Но есть замечательные ролики, если не ошибаюсь, на канале Валерия Иванова. Там есть два ролика, где он подробно показывает, рассказывает эти гигантские дороги, которые... Ширина дороги, допустим, 100 метров. Вот какая техника ездила еще сравнительно недавно. Вот сегодня, допустим, я построил ролик. Уважаемый Юрий Тимовский, ТМ-студия, снял разоблачительный момент про одного исследователя. Ну, я сейчас как бы не буду... Все поняли, про кого он сказал, но он не озвучил. Значит, Юрий, в принципе, во многом прав. То, что он показал в ролике, так и есть. Единственное, что Юра заблуждается в том, что на самом деле было 200 лет назад ужасная катастрофа, о которой, скажем так, осталось немало артефактов. А, ну да, я помню, я смотрел такой ролик. Вот, но сегодня я посмотрел, то есть он выложил очень много хорошего информации. Если он самостоятельно ее накопал, это очень хорошо. Если многие блогеры пользуются помощью своих подписчиков, то есть подписчики многим блогерам присылают информацию, и блогеры просто ее зачитывают. Ну, ничего страшного, и в том, и в том случае, неважно, Юрий сам накопал эти ответы насчет трамваев и насчет освещения тех лет, или ему подкинули эту информацию. Да, очень-очень все близко к правде, за исключением того, что Юрий все-таки настаивает, что ход цивилизации у нас был так, как в учебниках истории нам рассказали. То есть, вначале каменный век, потом железный век, там копья-стрелы, там алебарды, потом какие-то мушкеты и так далее. Нет, на самом деле, 200 лет назад, а точнее с 1780 года, после серьезной катастрофы, неважно, какая она была, была, мы были откинуты вот сейчас до феодального строя. То есть, еще 230 лет назад, или сколько там, 250, технологии были в десятки раз превышали тех, в которых мы сейчас живем. То есть, сейчас мы по сравнению с ними в каменном веке. Тогда была техника, которая не использовала ни бензин, ни керосин, ни солярку, там, ничего, ни ток, ни газ. Вот, пока все. К слову, если вспоминать курс географии, ну, я помню, что, например, если взять Австралию, например, она, если ее по глобусу приподнять, она идеально входит в то место, где, по-моему, Индийский океан, в то место, а Северно-Южная Америка, если ее подвинуть к Евразии, то получится, как бы, такой единый континент, который был раньше. То есть, считается, что раньше был единый континент, и он разделился. Ну, да, но это, вот эти контуры, они появились исключительно благодаря технике, которую я обозначил 20 минут ранее, то есть, это все-таки техника вырабатывала вот эти контуры. Значит, она была очень гигантская, что смогла, скажем так, за один подход обозначить контуры, которые на двух континентах между собой совпадаются. Ведь ученые нам как навязали термины? Значит, континент по современной науке, это есть континент Америка, а есть, да, континент, допустим, Азия, да, а есть материки, то есть материки, это уже материки Африка, Азия, материки, то есть, есть Америка-континент, но Америка-континент, насколько я помню, в современной науке делится на два материка, то есть, Северная Америка и Южная Америка, Это два материка, насколько я понимаю Ну и Австралия тоже считается материком Но если я вдруг современную науку забыл Немножко терминологию Я думаю, меня поправит Да И я вот в своих роликах хотел разобрать один момент Вот, наверное, он пойдет в эту запись Интересный факт про динозавров Который я хотел озвучить Дело в том, что сравнительно недавно 200-300 лет назад Большая популяция динозавров разных видов Еще спокойно бродила у нас по планете Но цивилизация, которая захватила нашу ячейку Она сделала все, чтобы ликвидировать Этих животных гигантских То есть огромные гигантские машины Подлетали к динозаврам Вот идет, допустим, стадо динозавров Огромный такой, представьте, пресс Металлический куб Справа надвигается, слева надвигается Они брали это стадо Трамбовали их квадраты И отвозили, захоранивали Чтобы проверить достоверность Что это не является моим воображением Плодом фантазии Берем детально, самостоятельно Изучаем пустыню, если не ошибаюсь Гоби Там самое большое кладбище динозавров Для ученых до сих пор остается загадкой Каким образом у всех животных поломаны кости Вот я, Вячеслав Котляров, с полной ответственностью сообщаю Кости гигантских животных Были поломаны вот этими гигантскими прессами То есть любой исследователь может самостоятельно проверить Что существует информация Что животные буквально были в кубике Прессованы и захоронены Вот такой вот примечательный факт Хотя по динозаврам можно еще больше и больше говорить Я бы сказал, больше лед, наверное Ну, пускай, ну, вода, лед, да Вот эти же как раз-то барьеры и служат То есть они могут заполнять вот эти пустоты Вот эти ледяные барьеры То есть для них как раз-то идеально Знаете, как вот форму залить, допустим Вот как раз они запустят Этот лед заполняет пустоты Ну, я вам скажу, не везде присутствует лед Это просто наша модель сот позволяет, допустим Подход ледяных преград Где-то в отдаленных местах нашей планеты Отсутствует лед То есть там могут быть Вернее, не могут, они и есть Там есть огромные горы, допустим Которые выступают Если у нас ледяной барьер То там каменный, ну да, каменный горный барьер Из камня В других местах может быть и другой материал То есть это как бы в нашей соте лед А там все пустота Ну, самое идеальное посмотреть Я же говорю, как выглядит наша земля со стороны Это взять улей дикий пчел А идеальный взять, если взять улей шершний То именно улей шершний максимально приближен к модели И посмотреть, как у пчел обстоит дело с пустотами И о том, что по умолчанию наша ячейка законсервирована До того, как она стала вся выглядеть из земли Здесь она была полностью вся изо льда И те, кто пасечники занимаются своим делом Ну, пасечники, то точно так же, как и пчеловоды Возятся со своим пчелиным ульем То есть есть очень... Ну, у нас принято их богами называть Но я бы их все-таки... Ну, да, можно их называть богами Но я предпочитаю термин иерархии То есть это более правильный термин к ним Вот И вот эти иерархии, они следят за нашим... Не важно, это аквариум, как улей Вот Они подгоняют вот этих гигантских, назовем их условно, китов В разных мифологиях по-разному В других слоны Ну, кому ухо режет Дело в том, что я скажу, что Совсем недавно была и морская корова И сейчас даже сохранен морской слон, животное Даже в наше время есть животное, которое называется морской слон То есть это просто скептики, которые меня подкалывают Так все-таки слоны слава или киты Я говорю то и то, потому что и сейчас есть морской слон Вот И черепаха, она служит обязательным реквизитом В древнескандинавской мифологии Черепаха заменена огромной гигантской змеей Которая полностью опоясывает нашу соту Ну и опять же, ну грубо говоря Что черепаха рептилия, что змея рептилия Дело в том, что это для нашего мозга, чтобы было понятно Понятно, что то гигантское существо Оно выглядит совсем иначе визуально Но функцию выполняет, что черепаха, что змея В смысле, это одно и то же животное Только в разных мифологиях по-разному названо Если мы обратимся к англоязычному человеку То он не скажет черепаха Если я английский плохо знаю Он скажет не черепаха, а он скажет тортила То есть для него это уже другое как бы слово Ну, животное то же самое визуальное Но слово-то другое Вот, поэтому, конечно, эти существа существуют Вселенная настолько огромная, да Вот, например, вот черепаха Что мне напоминает черепаха? Вот, кстати, сейчас вторая часть вышла недавно Где независимость Смотрел такой последний? Были? Не-не, сейчас первый смотрел с удовольствием, да Да, там был такой корабль Большой, как бы называют Материнская, как база, что ли, пришельцев И вот она напоминает в чем-то Ну, как, условно говоря, форму черепахи То есть можно предположить, что это не живые существа А просто форма каких-то больших кораблей Не-не-не-не В данном случае это нет Это не корабли Есть чётко корабли Однозначно, которые, естественно, созданы по образу и подобию вот этих живых существ Эти живые существа, они не имеют ни рта, ни всего остального для поглощения пищи Так как они очень огромные и находятся в таком, назовем условно, анабиозном сне, они питаются за счет того, они, как вот возьмем, к примеру, губка, впитывают в воду. Вот они, эти животные, они точно так же, как губка, впитывают в пищу, которая находится в Нижнем мировом океане настоящем, и потом же из этих же шпор эту пищу, скажем так, выбрасывают. Естественно, под этим мировым океаном еще находятся земли, и там идут купола, ячейки, и вниз еще опять земли, и то же самое вверх. Ну, а планеты на самом деле такие, как Марс, Юпитер, Венера, это космические корабли высокоразвитых цивилизаций. Но так как мы живем слишком мало, а они у нас в Верхнем океане висят слишком долго, они могут и миллион там лет висеть, поэтому и у них там свои, естественно, на борту города, страны и так далее. Я всегда предлагаю почитать людям книгу «Космонавты в лохмотях» или «Астронавты в лохмотях». Вот там вот хорошо описывают автора, как его считает писатель-фантаст, как они путешествовали между двумя мирами. Ну, там стилизация, конечно, понятно, что он не говорит то, что я говорю, но я перевожу некоторые рукописи писателей-фантастов на наш, так сказать, современный язык. Значит, детально этот вопрос не изучал, фантазировать, предпочитая не фантазировать, то есть, когда на этот вопрос появится, если появится информация, я озвучу. С точки зрения логики прочее обратиться к любому современному. Те люди, которые детально знают, как пчелины улей создаются, вот приблизительно то же самое, что у них внутри, то же самое и у нас внутри. То есть принцип создания нашей Земли практически один к одному, точно так же, как создают пчелы в природе, шершни там и так далее. Ну, опять же, большое-мало-мало-большое. Даже на нашем опыте мы можем, есть немало роликов, где показано, что вся наша атмосфера, она состоит из решетки эфира, который в виде сот. Поэтому пчелы, они просто обволакают воском уже готовую решетку, структуру этой, да, наносят, налепливают. Вот поэтому, я же говорю, что это до бесконечности можно и вверх, и вниз. То есть те, кого мы приняли, у нас принято называть богами, это назовем, переведем на наш современный язык, это пчелы, а мы являемся продуктом этих пчел, мед или пыльца. То есть для нас эти пчелы это боги, а над этими пчелами-богами еще более светлые иерархи стоят, пасечники, которые, как говорится, могут пользу этим пчелам приносить и вред. И вот в нашу соту, где были мы потомки великой расы, мы по умолчанию рабочая пчела, мы все время созидатели. Но в нашу соту проникли шершни, там, трудни, которые не привыкли трудом добывать, скажем так, себе пропитание, да, вот. И они, им легче у нас это отнять. И более того, они еще нас начали использовать как пищу. Ну, много групп захватчиков, я сейчас бы не хотел бы, наверное, углубляться. Там четыре вида присутствуют и на ячеечных враждебных цивилизациях. Но, чтобы успокоить, есть две светлые. То есть одна курирует, не курирует, а располагается на Луне. Это космический корабль, закамуфированный под планету. А другая находится у нас на Земле. Очень много баз по всей земной нашей поверхности. Не под землей, а я подчеркиваю, как бы в недрах Земли. Ну, и в том же, возле Черного моря, там же много специально не произнес этот полуостров, чтобы не вызывать это. Насчет компаса для меня еще четкого ответа нету. И он не принципиален. Это я всегда говорил так к технологам. Я думаю, может, нашлись люди, которые приняли и поняли, что сотовая модель существует. И согласно и своего технического образования, возможно, они дадут точное, так сказать, объяснение, за счет чего движется стрелка компаса. Третий рейх направил подводные лодки в соседнюю соту и проплыл по фарватеру в соседнюю ячейку. И точно так же на самом краю ячейки организовал колонию. Кстати, в свое время, приблизительно лет 200 назад, из соседней ячейки, точно так же к нам прибыли на остров Шри-Ланка, тоже захватчики. То есть они начали на нем высадиться. Если мы посмотрим на карту мира, если смотреть на плоском варианте, то для них, ну, скажем так, относительно идеально, как раз, вот только пересекли. Они ледяной барьер, им идеально, конечно, было на островной части поселиться. Эти существа назывались, если не ошибаюсь, андоргены. Вот я неправильно произношу, вот, это люди, которые в одном лице и мужчина, и женщина. Они прибыли в соседней ячейке и начали активно размножаться. Их труды, их него размножение, мы можем обратить внимание по людям, которые у нас в современной науке принято называть гемафродиты. Так вот, как раз эти гемафродиты, это является продуктом вот этих, скажем, этой расы. Наверное, тогда можно. Да, все, до свидания, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok